Прежде чем начать наш сегодняшний митинг, митинг посвященный борьбе против пенсионной реформы, я хотел бы на эту сцену пригласить наших гостей, пригласить, вот он идет, Андрей Ищенко, человек прилетевший из Приморья, кандидат к губернатору Приморского края. Пожалуйста, Андрей Сергеевич, уважаемые товарищи, у нас сегодня сложная такая юридическая ситуация. С одной стороны, сегодня должен быть день тишины, учитывая, что мы планировали завтра вместе с вами принять участие во втором туре голосования. С другой стороны, только что состояло заседание избирательной комиссии, которая приняла решение о том, что будет перенос голосования завтрашнего дня. И у нас здесь на площади, я думаю, что будут представители центральной избирательной комиссии, они тоже здесь идут, мы их поприветствуем. Поэтому просьба, учитывая сложности избирательного законодательства, вчерашние предписания, которые были вынесены первому секретарю регионального комитета Валентину Коновалову, я предлагаю и участникам митинга, и всем выступающим сегодня говорить о нашей борьбе против пенсионной реформы, о тех задачах, чтобы поддержать старшие поколения, чтобы не допустить ухудшения жизни нашей страны. И я хотел бы представить вот здесь ту большую команду, мы каждому из них дадим слово сегодня сказать, но это действительно люди из разных регионов, люди, которые знают хозяйство, знают жизнь, они сегодня вместе с нами, здесь, на Хакасской земле, для того, чтобы вместе отстаивать наши права, за то, чтобы вместе бороться. Я хотел бы вам передать слова благодарности от лидера Коммунистической партии Российской Федерации, Геннадия Андреевича Зюганова. Сегодня в Москве, так же, как и во всех регионах нашей страны, состоятся митинги против повышения пенсионной реформы. Я хотел бы вас поблагодарить за тот радушный и теплый прием, который вы, жители Абакана, районов и городов Хакасии, оказали нашему известнейшему аграрию, руководителю народного предприятия, кандидату в президенты Российской Федерации Павлу Николаевичу Грудинину, который несколько дней был с нами, выезжал в район и встречался с людьми. Вам огромное спасибо, и мы будем продолжать бороться.